Ночью и днём в Ярославле проводились работы по ликвидации разрушительных последствий от вчерашнего мощного ливня с Градом. Стихия нанесла городу большой урон, сумма ущерба подсчитывается. Самые заметные разрушения в Кировском районе на набережных Волги и Котросли. Там было несколько оползней с повреждением дорожного покрытия. А из-за взрыва на подстанции без света остались сотни домов, но уже к 11 часам аварию удалось ликвидировать. Накануне в Ярославле выпало 42 мм осадков. Это больше месячной нормы. Ливневки, рассчитанные на выпадение месячной нормы, справиться с таким объёмом воды одномоментно были просто не в состоянии. К тому же поломанные сильным ветром ветки препятствовали уходу воды. Ливневая канализация не может справиться с таким объёмом воды в единицу времени. Она просто не предназначена для того, чтобы в течение часа пропустить более месячные нормы. Поэтому на отдельных участках уличной дорожной сети города возникали подтопления. В течение ливня было много сломанных веток, деревьев даже отдельных. И большим потоком воды всё это, в том числе палки, какие-то камни, приносилось к дождеприёмникам ливневым и присасывалось к ним. Последствия непогоды начали устранять практически сразу после ливня. В 19 часов была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, в 19.30 она приступила к практическим работам. Эти кадры мы снимали в начале второго ночи. По городу шли восстановительные работы. Главные повреждения на Вожской набережной, у Красного маяка и Арсенальной башни, и у музея-заповедника на Котросле. В этих трёх местах подмыло грунт на откосах, произошёл оползень и потоком воды снесло часть асфальта, смыло плитку и ограждение. У Красного маяка под раздачу стихии попал автомобиль. Всю ночь сюда подъезжали КамАЗы. Завезено более тысячи тонн песка. Делается посыпка, утрамбовка и укрепление береговой полосы. Засыпается песком или песчаногравийной смесью, утрамбовывается, и, соответственно, делаются укрепления откосов. Как в прошлом году, у нас примерно год назад такое же ливень прошло. Технология та же самая. Георешётка будет накладываться, да, дальше высеивается дрова, и как бы береговые вот эти все склоны, они укрепляются. Громкий хлопок и сноб искр. Такое зрелище предшествовало вчерашнему концу света в Кировском районе. Обрушилась кирпичная стена распределительной станции на улице Листицыно. Оборудование не справилось с нагрузкой. Около шести часов вечера на место прибыли пожарные полиции МЧС. Службы горэлектросетей попытались обесточить разрушенное здание, но сразу это сделать не удалось. Из-за этого ремонтные работы задержались. Около семи тысяч человек, это порядка тридцати домов, сидели без света два часа. По этой же причине оказалась обесточена станция скорой помощи. Центр гражданской защиты предоставил им генератор. До самого утра на месте велись восстановительные работы. Нормативный срок в пределах полутора-двух часов энергоснабжения было восстановлено. Соответственно, светофоры, которые здесь запитывались и дома, все находятся со светом, все работает. Станция находится частично в рабочем состоянии и, соответственно, она продолжает свою функцию. Все, что касается обрушения стены, будет проведена экспертиза и будет установлена в результате чего все же произошло обрушение. Здание очень старое, еще советской постройки. Ночь уже аварийные службы устраняли обрывы проводов. На Московском проспекте в течение нескольких часов стояли троллейбусы. Из-за скопления воды под виадуком легковушкам было не проехать. Образовалась пробка. Больше двух тысяч звонков поступило от граждан, жалующихся на подтопление в подвалах и протекающие крыши. Муниципальные пожарные всю ночь помогали откачивать воду из детских садов, магазинов и больниц. На вокзале Ярославль главный, то же самое делали МЧСники. Площадь перед вокзалом серьезно затопила, а в подземных переходах можно было плавать. Там было 2,5 метра воды. Сейчас осталось откачать 50 сантиметров. Сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда мэрии Ярославля. Яна Хромова, Александр Рябков, Александр Быков, Сергей Чекмарев, Михаил Орлов, Городской телеканал.